Офис Мособл-Ирц, видно, работает с 8 утра, но очередь. Клиенты начинают занимать куда раньше. Говорят, приходится приходить к 6, чтобы успеть пройти до закрытия. Прекращает работу не в 18.00, как указано в расписании, а в 5 вечера. Также клиенты недовольны длительным обеденным перерывом в 2 часа и 5-дневной рабочей неделей отделения. Такая картина здесь продолжается уже несколько месяцев. В дождь, в снег. Они стоят здесь на улице. Никаких скамеек. Люди ругаются, оскорбляют друг друга, потому что нервы не выдерживают. Вот вчера была такая погода, была плохая. Я сюда приходила вчера. Невозможно было. Не пускает. С костылями пришел пожилой человек, попросился там сесть. Нет. Большое скопление людей перед входом в офис можно оправдать тем, что внутри соблюдаются санитарные меры. И действительно, здесь достаточно свободно. Все сотрудники, кстати, в средствах индивидуальной защиты. Руководитель Видновского отделения уверяет, график работы сотрудники МОСОБЛИРД соблюдают. Офис открыт с 8 утра до 6 вечера. Выходной только один – воскресенье. Ввиду того, что у нас рабочая суббота, в понедельник вынужденные меры предоставлять тем людям, которые работали в субботу, выходную. Поэтому один день – это понедельник. В этот день, возможно, не все окна работают. В остальные дни на неделе все окна, вы гарантируете, что будут работать? В остальные дни на неделе все окна гарантированно работают. В августе к открытию готовится дополнительное отделение Видновского МОСОБЛИРД. Оно расположится в здании МУПУК ЖКХ. Предполагается, что такая мера поможет избавиться от очередей. Также в августе Александр Гусаков пообещал решить проблему и с процессом ожидания на улице – установить лавки и навес. Мы рассматриваем вопрос установки стационарной лавки по отмостке здания, потому что установить, к сожалению, далее от отмостки здания лавки не представляется возможным, потому что сразу начинается проезжая часть, там ездят автомобили. Пробовали устанавливать стулья, которые у нас благополучно уехали с кем-то вместе. В августе будут лавки, да, и навес? Но очереди – это не единственное, на что жалуются люди. До сих пор сохраняется неразбериха в счетах. Сдачи показаний и оплате жировок. Одни утверждают, что в квитанциях исчезла графа меры социальной поддержки, которые гарантировали скидку 50%. Они эту графу ликвидировали. Я вручилась в соцзащиту. Нам сказали, они теперь командуют, и поэтому что не хотят, то не делают. Притом, очень мелко там написано. Невозможно прочитать без лупы. Другим счет за воду приходят не по счетчику, а по среднему показателю. Они брали среднее печень, прописано. Значит, сколько? Ну, давай 20 кубов холодной, 15 горячей. И в общем случае людям приходило по 40, по 50 кубов. Вот после этого мы все пошли сюда. То есть все, кто относился до МАК ЖКХ, все пошли МОБР и РЛИС выяснять. Это пришло по среднездельному. Я позвонила почему? Да. Хотя я передавала, именно звонила по телефону. Оператор у меня принял. Какого числа передавали показания? Сейчас я сказать не могу уже. Это было месяца два назад. А показания просто... Ну, какого числа? В конце месяца? Когда вы передавали показания? Нет, вот как? С 14 по 19. По 19. Правильно. В любой из этих дней. Как прокомментируете? Ну, показания же еще раз повторю. Что показания те, которые вынимают из ящиков управляющих компаний, мы их принимаем, принимали, будем принимать. Мы их вносим в базу данных все без исключения. Здесь отсутствуем показаний. Если показаний нету, я не могу сейчас утверждать. Да, то выставляют в среднее, то в соответствии с законодательством. Какие сроки для сдачи показаний для электричества и для воды? Для электричества сроки сдачи показаний с 15 по 26 число текущего месяца. Для воды с 14 по 19 число для МУПУК ЖКХ. Но мы все равно принимаем где-то по 20 число. Сдавать показания руководитель видновского офиса рекомендует по телефону горячей линии МОСОБЛЬЕРЦ. Он указан на квитанции. Также делать это можно через личный кабинет в интернете и по старинке в ящик управляющей компании или непосредственно в отделении организации. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видно этого.